Ты уверен, что это сработает, Эмин? Не суди о моей лаборатории по её запущенности. Если всё пойдёт по плану, скоро мы станем обладателями самого эффективного ракетного топлива в мире. Это великолепно! А как? Очень просто. Эта ручка отвечает за подачу постоянного электрического тока в камеру электролиза, вырабатывая водород, который поступает в цилиндр первичной перегонки. Не прекращая следить за производством водорода, регулярно подсыпаем мелкие частицы протеина в контейнер с бактериями, вырабатывающими азот, необходимый для катализации реакции. Круто! Нужна крайне высокая температура. Необходимо поддерживать постоянную температуру реакции в пределах 623 градусов по шкале Кельвина. Осторожно подкачивая меха. Есть вопросы? Эммек! Что это за сборище пьяниц на нашем газоне? Святые угодники! Это же мой отец! И что? Он не подозревает о том, что я здесь занимаюсь научными экспериментами. Он думает, что я тут читаю книги по юриспруденции. Ты присмотришь за реакцией, а я постараюсь от него избавиться. Присмотрю за... А может, мы лучше начнем, когда он уйдет? Слишком поздно! Реакция уже началась! Не переживай, я буду помогать тебе, чем смогу! Но... Сейчас, папа! Отец! Да, я твой отец! Я не знаю, что съедает тебе, отец, но пора бы ему уже сесть на ли... Внутри меня полыхает пламя, которое не потушит твоим гюрократическим крючкотворством! Ты даже не представляешь себе, под каким давлением... Ты даже не представляешь себе, под каким давлением... Эмит, вернись! Нет, ты сможешь узнать... Это может стать для тебя шоком, папа! Но далеко не все хотят стать адвокатом... Ты знаешь, кто изобрел огонь, пап? Я тоже не знаю, но уверен, что не адвокат... Это не пища для размышлений, пап! Это какая-то... Размаз... Адвокаты — это всего лишь горячий пар! Вот что я думаю! Слушай слова, которые я выделяю... Не поворачивайся ко мне спиной! Почему я должен считаться с тобой? Ты относишься ко мне, как к жалкой бактерии! Как бы ты назвал комнату, полную адвокатов внутри горящего здания! Хорошее начало! Земля вертится, утверждал Галилей! Ты пытался прислушаться к... Если тебе нравится гореть на своей работе, папа, То ко мне это не относится! Я не один из твоих сотрудничков, Которые вращаются вокруг тебя, словно... Ага, осталась ровно половина! Отлично! Продолжай в том же духе! Неужели ты не видишь, что это пожирает меня изнутри? Допустим, меня поразит молния! Это тебя обрадует? Законы? Зачем микроорганизмам законы? Давление на меня и так слишком сильное! Фон Брауны следили за соблюдением законов Исчезтия в самых пор, Как Господь заранил искру в жизни! Но для меня полыхает пламя, Которое не потушит твоим Гюрократическим крышкотворством! Не стремись так быстро сжечь Все мосты, сын! Я не позволю тебе решать за меня Только потому, что ты продолжаешь Кормить и одевать меня! Угадай, сколько понадобится времени? Мы почти закончили! Сейчас, папа! Почему бы тебе не открыть мне дорогу, Которую я выбрал? Если ты решил выпустить парк, То при чем тут? Ты опять решил меня завести? Ты не стань так горячиться, папа! Что ты наделал? Эммерт, с кем это ты разговариваешь? Не с кем, отец! Почему бы тебе не покормить уток, отец? Это моя вина, Раз я не способен высечь искру Из законов и регламентов Была твоя воля, Ты бы всех расс... Просто слушай, что я говорю Эммерт, я еще с тобой не закончил Нет смысла постоянно посыпать голову пеплом Жаль, что у тебя нет выпускного клапана во рту Адвокат умеет вырабатывать только одно Углекислый газ Чем жарче ты говоришь, тем больше я уберу Да пусть меня поразит молния! Это тебя обрадует? Если тебе нравится гореть на своей работе, папа, То ко мне это не относится Неужели ты не видишь, что это пожирает меня изнутри? Я не один из твоих сотрудничков, Которые вращаются вокруг тебя, словно вокруг... Почему я должен считаться с тобой? Ты относишься ко мне, как к жалкой бактерии Давление на меня и так слишком сильное А твоих слов меня как будто бьет током, отец Боюсь, что нам придется обсудить это в другой раз У меня суп уже выкипает Что? Это еще не все, молодой... Ты в порядке? Вы с отцом так кричали Этот разговор должен был состояться значительно раньше Мы... Что? Эврика Теперь все, что нам осталось делать, это заправить реактивный бурт топливом И мы сможем... И я сможем взять его и уйти Но ты не хочешь сначала испытать его Нет времени, последний поезд на Вашингтон отправляется через... Да, правильно Ты должен доставить эту малютку в патентное бюро А, именно Скажи мне, Сонни Как долго мне придется ждать ответа из патентного бюро? Так, приблизительно Я бы сказал... Я не могу Да? Эммет, я не из патентного бюро Я... я не понимаю Я тебя обманул Я не хотел, просто... Это был единственный способ заставить тебя мне поверить Видишь ли, кое-кто попал в беду Этот человек мне очень дорог Обоим нам дорог Я не могу сказать, кто это, но... Нужно его спасти Сегодня ночью И для этого мне понадобится твое изобретение Я верну его Обещаю И еще, Эммет Ты станешь великим изобретателем Подожди Держи подачу топлива в пределах восьми Ну, док, я достал бур Давай вытащим тебя отсюда Преступим! Сонни! Вы опоздали! Опоздал? Но док они должны были Док! Его перевозят в другую тюрьму По соображениям... О! Пойду возьму интервью у шефа полиции На машину совершено нападение Подозреваемый убит Значит, он... И как мне теперь его освободить? Продолжение следует... Продолжение следует...